Опять Паша мне подсказал по WhatsApp, как надо снова войти, чтобы его голос тоже был слышен, не только мой. Вот так надо сделать, да? Так, хорошо. Картину ещё раз покажу пианиста, которого я сейчас доделаю. Можете дать советы, где его подкрасить, глаза какие сделать, чтобы какую музыку он играл. Так. Паша, давай, я тебя жду. Паша, ты меня слышишь? Паша. Так. Давай заходи. Так, посмотреть запрос. Да, выйти в прямую. Так, давай. Павел Вербняк. Помахать. Присоединился. Вот. Говори теперь. Хасай Макамедович, доброе утро ещё раз. Привет тебе. Ещё раз обнимаю. Я так соскучился, готов тысячу раз обнимать. Взаимно. Давно не виделись. Да. А чё ты не приходишь? Ты, наверное, где-то путешествуешь, да? Да нет, я в основном в Москве, вот был в Карелии, на Малую Родину ездил, так что всё в порядке. И, конечно, буду рад увидеться. Так что, ну, 20-й год и вот 21-й очень необычные периоды. Многих заставили сидеть дома, поэтому сейчас, я думаю, будем возобновлять встречи живые. Давай, давай, давай. Вот, я на себя свет навёл, чтобы ты меня лучше видел. Я надеюсь, там нас все слушают, друзья, да? Слышно, да? Да, всё слышно, видно. Ну, замечательно, замечательно. А там вот, видишь, написано, помахать и ручки такие. Чё, нажать туда кнопочку? Нет, это вот, дорогие друзья, вы можете тоже задавать вопросы, оставлять комментарии, мы это всё видим. Да. А, когда смотри, ты смотри, тогда не пропусти, ладно? Хорошо, я буду следить, конечно. Дорогие друзья, вот у нас пришла такая идея, я вчера позвонил Хасае Магомедовичу, и Хасае Магомедович говорит, а давай проведём прямой эфир. Я говорю, с удовольствием, вот мы зашли в таком формате и будем общаться. Чтобы от каждого звонка польза была. А то звонишь, как дела, ну всё хорошо. Я говорю, ну давай поговорим, чтобы видно было. И пускай народ нас видит. Я осудил, чтобы увидели, как мы с тобой разговаривали. Потому что у меня есть тебе пару вопросов. С удовольствием. Я с удовольствием наблюдаю, как ты там организуешь семинары. Я там лайки ставлю. Вот. Ну, хочу там тебе поддержать, сказать какие-то хорошие слова. Вот. Ну, вот сейчас пользуюсь такой возможностью. А что за семинары ты проводишь? Расскажи, чем ты занимаешься? Да, я вижу ваши комментарии и лайки в фейсбуке. Очень благодарен за поддержку, Хасай Магомедович. Мы с вами знакомы, наверное, сейчас я скажу, с 2012 или 2013 года. Я помню, мы с другом приходили к вам на семинар, на ключ. Вы показывали упражнения. С благодарностью. Это еще на Таганке у меня там. Да. Центр защиты от стресса. Да, у нас же и видео было, и фотографии совместные. Да. Ты книгу там показывал. Успехно. Да. Да, я дарил вам книгу. Она вышла в 2015 году. Я потом еще к вам несколько раз туда приезжал. А семинары у меня как раз связаны с раскрытием личного профессионального потенциала. Ну, в какой-то степени с той же темой, что и вы помогаете людям справиться со стрессом, раскрывать внутренние способности, прорабатывать какие-то страхи и так далее. И я в том числе помогаю ставить, достигать цели быстрее, эффективнее. И профессиональные, и личные. Ну, работаю как в корпоративном формате для сотрудников компании, провожу какие-то мероприятия. Также и с руководителями, с предпринимателями работаю, прорабатывая какие-то сдерживающие убеждения, установки, которые мешают там и зарабатывать, и помогают повышать уверенность, самооценку и так далее. Вот все, что связано с мягкими навыками, soft skills, это я делаю. То есть это эмоциональный интеллект, личная эффективность, тайм-менеджмент, там, команда образования, публичные выступления и так далее. Вот если кратко на ваш вопрос отвечать, то вот в основном на эти темы я провожу семинары, тренинги онлайн, офлайн и работаю индивидуально, один на один. Да, вот интересно. А сейчас вот в связи с этой вирусной обстановкой, с компаниями, как ты работаешь? Ну, вот на самом деле мы уже упоминали с вами этот вопрос. 20-й год был очень необычный. И вот когда все начиналось там в конце марта, в апреле, на пару месяцев все как будто выключилось. То есть люди, компании, руководители, те, кто обучают сотрудников, как будто вот попали в небольшой шок. И все прекратилось. А потом стало возобновляться, но больше в формате онлайн. То есть в дистанционном формате я провожу семинары, тренинги. Но сейчас уже с начала 21-го года уже как раз и приходят и живые мероприятия, поэтому я очень рад. И региональные какие-то удается выезжать в города, и онлайн, конечно, прорабатывают там разные запросы. Понятно. А вот ты знаешь, чем я сейчас занимаюсь? Да. У меня школа человек-голубой. Ты, наверное, посмотришь там в ютуб-канале «Метод Клюшка Сайлеева». И там мы совместно, люди из разных стран, пытаемся создать науку человечности. А наука человечности – это в первую очередь любовь, сопереживание, совместное созидание, потом, значит, чувство чужой боли, чувство бесценности живого. И самое главное, что вот сейчас в условиях неопределенности, когда все меняется каждую секунду, и все на нас валится, как чтобы человек мог в условиях неизвестности при столкновении с неопределенностью, поскольку старые шаблоны там не работают, которые он вырабатывал, а там вдруг что-то новое надо как-то реагировать. И я сейчас придумал, вот у нас, например, есть инстинкты реагирования, вот дотронулся до чайника, а я дернул руку, потому что он горячий. Или там вот нервничаешь, и у тебя трясет, или на морозе трясет. Вот инстинктивные, адаптивные механизмы, скорость их включения очень большая, мгновенная. И вот как сделать, чтобы вот эти животные инстинкты у человека, у человека нормального, разумного уже, чтобы этот животный способ реагирования инстинктивный трансформировать в навыки, чтобы он также мгновенно реагировал, но реагировал изобретательно. Чтобы не старыми шаблонами реагировать, а реагировать, чтобы сразу по ходу ситуации мгновенно создавать новые решения в соответствии с требованиями, рисками, которые возникают. Вот я это пока не продумываю, уже есть у меня какой-то определенный там наработанный опыт. И сейчас вот в следующие свои ролики на YouTube-канале, я уже начал с этого одного ролика очередного, что люди реагируют инстинктами, когда нет времени на ответную реакцию. Потому что чем меньше времени, вот, например, мне кто-то позвонил, и чем меньше времени, чтобы дать ему ответ, человек в первую очередь реагирует инстинктивно. Эмоционально, как ты говоришь, эмоциональный мозг реагирует. В зависимости от значимости, допустим, это позвонил любимый мне человек, и мне сразу легко, я сразу почувствовал, что у меня стресс снялся от этого неожиданного звонка, время есть поговорить. А если позвонил неожиданный человек, и он мне что-то спросил, и времени нет реагировать, тогда реагируешь инстинктом по механизму инстинкта самосохранения. А там такие, бей, бей, оцепеней. Ну, как сделать вот это мгновенное реагирование, когда нет времени? Как-либо увеличить время? Ну, можно ему сказать, ну, подожди пять минут, я сейчас соображу, как ответить. То есть не спешить, да? Чтобы подумать. Или как сделать такое же инстинктивное реагирование на неожиданный, неожиданный какой-то фактор был по какому-то навыку, по какому-то навыку. Ну, чтобы я сразу сообразил, а что надо говорить? Даже на неожиданный вопрос какой-то. Даже на негативный вопрос. Вот, допустим, я там выпустил ролик, и кто-то по неведению, не зная, даже не просмотрев в описании под роликами, кто такой, чего такой, чем занимается. Ну, да выдал там какой-то негативный коммент. Первая реакция какая-то? Инстинкт самосохранения. Это значит, как я сказал, или самоотверждение, или бей-беги, или оцепенье. Я так шокирован, думаю, что за дурак-то мне написал. И первая инстинктивная, хочется ему тоже врезать, допустим. А я подумал, подумал и думаю, ну, как нам с детства говорят, не спеши, подумай. Как детей воспитывать, чтобы их сохранить, защитить жизнь, да? Как родители воспитывают. И я подумал, и думаю, да он, наверное, просто не в курсе. Давай я ему напишу. А ты загляни в описание под моими роликами. Да, он заглянул, потом опять позвонил, или написал уже совсем по-другому. То есть, вот как сделать? Я вот как раз-таки вот этот механизм придумал. Как трансформировать мгновенные реагирования, инстинктивные, в нужные навыки мгновенного реагирования. Но именно с изобретательством, чтобы сразу сообразить, что надо делать. Мгновенно. Ну, вот интересно, правда же. Я придумал, что это делать через разгрузку, по ключевой разгрузке. Делать перезагрузку на нулевом состоянии. Делать перезагрузку. И о чем там надо? Надо в себе воспитать какие факторы, чтобы была такая реагируемость. Новая реагируемость для нового человека, человека будущего, который сталкивается с неизвестностью, с неопределенностью. Каждое мгновение, чтобы, как он должен... Я уже это придумал, скоро я это выдам. Это будет очень интересно. Здорово. Ждем с нетерпением. В мире не было такого еще, потому что это будет уникальный опять контент. Я тебе... Хасай Макомедович, вот ваш метод очень простой. Вот все ли, что работает, вот должно быть простым? Или вот то, что сложно, может быть на самом деле работающим? Вот с вашей точки зрения. Или все, что работает, должно быть простое? Как природа, как природа. Там ничего сложного нет. Иначе бы она заткнулась. Случиться надо у природы. У природы. Вот я приводил такой афоризм. Когда Бог, например, создавал... Ну афоризм, это метафора, когда он менял человеку продолжать рот людской, он не создавал никаких комиссий по контролю качества. Он просто соединял эту ответственнейшую работу, продолжать рот людской, с центром удовольствия. И работа пошла на автоматике. И ее не останавливает, благодаря чему есть и мы все с вами. Вот видишь, как природа, она гениально решает все вопросы. Очень-очень просто. Ну говорят же, все гениально и просто. И там, где просто там ангелов сто, а там, где сложно, там в черт запутался. А у меня как раз таки есть в школе, есть закрытая группа, называется «Игра в Бога». Не в черта, а в Бога, то есть в Творца. Потому что Бог в человеке – это творчество. Игра в Бога – это методика озарения по заказу. Чтоб ты мог в любой момент по заказу себе озариться откровением, понять, как и что надо делать. Ну это все красиво, когда на словах, метафорах, а там технологии. Хасай Магомедович, мы вчера с вами созвонились. Вы сказали, что вы немножко изменили свой режим дня. Вы сейчас более эффективно работаете в вечернее, в ночное время. Вот как выглядит ваш обычный день? Сколько раз, сколько времени вы используете этот метод ключ? Переключаетесь, перезагружаетесь? А я это делаю дробно по секундам. Я понял, что на самом деле люди инстинктивно все время это делают. И все приемы ключевые у меня основаны на осознанном применении инстинктивных действий. Даже дети это делают. Поэтому там ничего сложного нет. Это нет такого, чтобы я там, допустим, целый день, когда переключался из состояния плохого в творческое, чтобы я какие-то упражнения делал. Нет, 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 нет. Это делается мгновенно. Потому что это инстинктивно и сами всегда любой человек делает, как я сказал, особенно дети. Просто они делают это неосознанно. Я это просто распознал. Я показываю вот, что вы делаете, когда вы переключаетесь. Они говорят, о, да, действительно, я так и делаю. А что же повторить еще? А я не обратил на это внимания. Я как ученый обратил на это внимание, и я это рассказываю. Это моя наука и есть. Технологии, объяснения и так далее. Мой режим такой. Я, к сожалению, в отличие от тебя, не рано встаю, а поздно встаю. Я встаю в 80 вечера. Ну, почему? Во-первых, я с детства упадал тем, что я на первых уроках в школе мучился. Мне казалось, что все мучаются, а на самом деле есть дети, которые встают, и у них полно энергии, а другие вот готовы. А у меня еще травма шеи, я на гололюде упал. У меня там титан стоит, и поэтому у меня немножко деформированная структура, и поэтому у меня получилось, что я ложусь на рассвете, на рассвете, когда ты встаешь, а я ложусь отдохнуть. Или порисовать, книгу писать там какую-то. Кстати говоря, может, поздравить, у меня последняя книжка получила статус бестселлера буквально три месяца назад она вышла в издательстве АСТ, получила статус бестселлера. Настолько она оказалась. Поздравляю. Да, спасибо. Я надеюсь, и ты уже выпустил какую-нибудь новую книгу, нет? Ну, в процессе, в процессе, Хасай Магаэнс. Я обязательно сообщу вам и принесу в подарок. Ну, так обязательно. И мы с тобой всем покажем, мы всем покажем. Да, это будет здорово. Ну, я встаю, знаете, в 8 часов вечера, в полдевятого я уже за компьютером, и до утра я работаю. Ну, я там веду вебинары, то у меня ликбезы сплошные, платные, там все выходят в Zoom, там я им показываю эти приемы. Да, кстати говоря, в учебниках по физкультуре до 10-11 классов профессора Матвеева уже часть метода ключ под названием синхрогимнастика до 10-11 классов уже опубликованы, уже год. Короче, я уже в учебнике, я уже в учебнике, причем второй раз уже. Я уже в учебнике, и я этим очень горжусь, потому что, ну, не каждый день же попадаешь в учебник. Ну, правда, мне в 70 лет, за 70 лет можно подпросившись. Да, но у вас такой график, когда вы больше, наверное, работаете с другим континентом, там, Северная, Южная Америка, и в том числе Азия, когда уже немножко по-другому, вот, поэтому интересно. Я думаю, пора активизироваться, в том числе на зарубежные активно, потому что вас знают ведь и в других странах. У меня есть, конечно. Я работал и в Италии, и в Болгарии, и в Польше, и в Германии. Ну, везде я много работал, и у меня книги там есть. Я даже в бренде пять российских авторов в Париже, потом, значит, в Англии, потом в Сербии у меня последняя вышла год назад, в Болгарии у меня четыре книги вышло. Ну, да, они так... Но дело в том, что я не знаю английского языка. Нет, я имею в виду, Хасай Магамедович, я имею в виду именно для русскоязычных, кто живет в других странах, потому что диаспоры очень много. И в Канаде, и в Соединенных Штатах, когда, к примеру, вот у нас сегодня утром, а у них там, в основном сейчас вечер, ночь. То есть... Когда я провожу ликбезы бесплатные, в Zoom выходят в школе человек будущего хомо-футуроса, у меня там 60 тысяч подписчиков, и выходят там, как врачи говорили, из ближнего и дальнего рубежа. Там из разных многих стран мира выходят. А я в прошлом году проводил по интернету 200 врачей реабилитологов, реаниматоров, анестезиологов для Киргизстана три занятия проводил. Потом я проводил для Америки, для Чикаго, для института психоанализа я проводил занятия. Как раз в это время им удобно. Вы тренировали, работали и с известными спортсменами, и с космонавтами. Как ваш метод ключ помогает работать с внутренними состояниями, с переживаниями, с какими-то беспокойствами и страхами? Что происходит внутри головы? Внутри головы очень важный вопрос ты задал. Но ты ответ знаешь на это. ты наверное хочешь чтобы я озвучил еще раз внутри головы. Но когда человек сталкивается с неприятностью какой-то, у него напряжение возникает. Или когда у него нет времени на ответ, у него напряжение возникает. Почему у него возникает напряжение? Потому что оказывается чем выше напряжение, тем выше скорость проходки информации для выбора решения. Но к сожалению при очень высоких скоростях, когда напряжение очень большое, мобилизация очень большая, ты думаешь как же решить вопрос, как сделать. Иногда зависание происходит в мозговом компьютере. На очень больших скоростях работы мозга происходит зависание и надо в этот момент снизить обороты, как говорится. Потому что зависание это когда доминанта формируется с ожиданием негативного исхода ситуации. То есть творческий подход ломается. А что такое творческий подход? По моей формуле творческий подход к решению любой задачи, будь то математическая, музыкальная, живописная, или там какая-то техническая. Творческий подход это поиск наиболее простого решения сложной задачи через призму общечеловеческих ценностей. Поэтому мы науку человеческих создаем и там есть такие подразделы изобретательства, чтобы человек развивал изобретательство. Потому что человек творец, вот даже женщина, которая думает, как накормить ребенка, и вдруг нет средств купить там хлеба, она вынуждена изобретать. Просто люди раньше не знали, что она изобретатель. и поэтому я когда даю ключ, чтобы развивать эту способность, это подходит и домохозяйке, подходит и штангисту, подходит, как лучше построиться штанги, чтобы ее поднять. Так вот вопрос заключается в том, что мы все напрягаемся, мобилизуемся, но иногда у нас происходит зависание, и поэтому нам надо уметь быстро регулировать своего напряжения. Вот метод ключ как раз таки обучает человека регулировать свое состояние в зависимости от решаемых им задач. Ну, это может быть план здоровья, это может быть план восстановления. Вот я очень много, десятки людей сейчас вытаскивал из ковидного состояния. Василий Магомедович, я вот сравнительно недавно поймал себя на мысли, вроде бы и питание налажено, и режим дня, и сон, но какая-то была внутренняя усталость, напряжение, и у меня пришли ответы, что слишком много информации, то есть какие-то аудиокниги, что-то я читал, где-то я что-то слушал, и вот это в том числе накапливалось в какое-то эмоциональное напряжение, и я потихоньку стал эти отвлекающие факторы убирать. Вот как вы относитесь к информационной нагрузке в современном мире, и что можно делать людям, чтобы снять вот это напряжение и включить такой вот эффективный режим мозга и нашего тела в том числе? Нет, но если касается о том, как устроен человек, имеется в виду, как устроен мозг, то столько книг читать не надо, потому что я посмотрел со специальной точки зрения, я же психофизиолог, психолог, врач, еще и художник и так далее, да, я посмотрел, и я вижу, что одно и то же переписывают из одной книжки в другую, одно и то же, а суть там одна, суть одна, научись переходить из состояния мобилизованности в состояние релаксированности, из пика напряжения в пик ослабления, да, во всех книжках хоть кого не возьми, просто по-разному это называют, по-разному называют одни и те же вещи, поэтому я в своей книжке, например, это написал, что нирвана, например, что такое, ну, то же самое дефолт работы мозга, который сейчас выдающиеся там специалисты-психологи обсуждают, дефолт работы мозга, когда мозг вроде бы не работает, на самом деле работает, но он отключен от всех внешних воздействий, и там происходит переплавка всей информации, всех этих реагирований, и там синтез происходит, и поточное состояние возникает, это та же самая нервная, или у нас называется в школе нулевое состояние, или нейтральное состояние, или по-другому говорить, состояние фана, или состояние молитвенной благодати, это одно и то же, просто по-разному, и в религиях, и в научной картине мира, одно и то же описывают, поэтому я, например, уже не читаю, я когда вот слушаю там Черниговская, там еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то, но одно и то же, одно и то же, одно и то же, западные источники берут и начинают их обсуждать, ни одной какой-то свежей идеи нету, а я считаю, что свежая идея это как раз таки стресс, который возникает на пике напряжения, стресс, как его трансформировать, как стресс-трамплин, в новые свои достижения, я поэтому, когда у меня страх, стресс, я радуюсь, я радуюсь, потому что я знаю, как его, как в Айкидо, перекинуть на решение нерешаемых задач, это очень интересно, и поэтому я учу людей не снимать стресс, это снять стресс легко, выпил немножко, а я снял стресс, или там на кардионе сыграл, отвлекся, ну вот как использовать энергию стресса, вот смотри, как использовать энергию стресса, как мощнейший ресурс для решения задач, которые тебе раньше не поддавались, вот ты час назад думал, ну как же это решишь, ну вот, например, ну где деньги взять, ну нет, ну нет денег у меня, не надо, вот у меня случилось такое, что надо вот сейчас, срочно, я не знаю как, у меня стресс, вот как этот стресс, не унять, потому что унять-то кто-то может, выпил бутылку и унял, а вот как этот стресс использовать, чтобы найти решение, причем быстро найти решение, я научился и всех этому учу, как использовать стресс, вот это мощнейший помощник человека, потому что, знаешь, вот если по примерам сказать в жизни, я этот классический пример уже приводил как-то, мать, спасая ребенка, в таком стрессе было, что она вытащила ребенка, там вагонетку сдвинула, потом пять мужиков поставить на место не могли, она была в стрессе, она направила этот стресс неосознанно на это действие, на спасение ребенка, то есть у нас это есть в инстинкте, я просто понял механизм и обучаю, как это делать осознанно, как это делать, так чтобы, и вот когда у меня стресс какой-то или страх, я радуюсь, потому что я знаю, у меня есть 10-15 задач нерешенных, а теперь наконец я решу, я беру этот стресс, перенаправляю, потому что это в этот момент, когда стресс возникает, ловишь себя на этой мысли, вспоминаешь задачи, которые ты бы хотел решить, и когда ты вспоминаешь задачи во время стресса, которые хочешь решить, ты возьми это на пользу, на вооружение, когда ты в момент стресса, сильного, страха, вспоминаешь нерешенные задачи, автоматом туда перекачивается энергия, перенаправляется, ну хорошо это сделать, закрепить это во время перезагрузки, то есть выйти на нулевое состояние, и там помечтать об этом, и там метку такую, как бы ключик такой, как это метка называется, ключ называется, в НЛП есть понятие, как это называется, когда прикрепляет что-то к чему-то, забыл, подстройка может быть, или, забыл я это слово, ой-ой-ой, когда что-то к чему-то прикрепляет, помнишь, раньше было, девочке себе там, чтобы запомнить что-то, узелочек завязывали, потом на узелочек посмотрели, якорь, якорь, да, точно, точно, якорь, якорь, точно, да, вот выйти на нулевое состояние, помечтать, что как только у тебя возникает страх, возникает стресс, боль, ну любое напряжение возникает, ты в этот момент сразу вспомни, какие у тебя есть задачи, которые ты бы хотел решить, вот надо главное в этот момент вспомнить задачи, а если ты не вспомнишь задачи, у тебя этот стресс фиксирует внимание на негативном исходе ситуации, стресс вот сердце ёкнуло, сердце ёкнуло у человека, сердце ёкнуло, и он не может сейчас ни о чем думать, он думает, что он сейчас может умереть, правильно, а ему в этот момент надо вспомнить, у него есть задачи, которые не решены, и тогда оказывается, если он это вспомнит, то оказывается, через полминутки сердце отпускает, ему уже хочется эти задачи решить, и он их решает, вот это интересно, энергия напряжения туда ушла, да, ну вот на самом деле, Хасай Магомедович, вот в том числе, многие же пишут о вот этой сублимации, в том числе той же сексуальной энергии, вот многие люди там преуспевают в профессиональном, предпринимательском, финансовом плане, ну к примеру, там после 40 лет, и вот многие исследователи задавали вопрос, а почему так, ну потому что, когда человек молод, там 20-30, хочется как-то экспериментировать, там в том числе, там возможно и с партнерами, и так далее, ну к примеру, у многих, ну то есть в плане, мы сильны в этом, вот сексуальной энергии, а потом идет сублимация, и кстати, Хасай Магомедович, вы интересно упомянули момент, вот мне в этом плане помогает очень спорт, и вот у вас есть упражнение, так и называется лыжник, а я занимался лыжами, потом перешел в секцию биатлона, и вот на самом деле спорт, там бег или плавание, это и есть вот эта динамическая медитация, вот то, что вы делаете в ключе. Да, да, конечно, конечно. Конечно, Паша, и как раз таки у нас в школе, у нас уже все знают принцип подбора путем перебора, по критерию поиска на эффективного действия, самого простого и приятного, самого приятного действия. Вот ты можешь тоже взять из своего спорта, дома, когда погода плохая, не побегаешь, там град пошел или снег, ты не можешь на лыжах пойти, ну, к примеру, да, ты можешь вспомнить, какие движения, вот десяток движений спортивных ты делаешь, какие из них тебе наиболее легко и приятны, и взять дома, без всяких лыж, их промоделировать, то есть подобрать путем перебора, что тебе проще и приятнее, комфортнее, и вот этот принцип подбора путем перебора вместо принципа старого обучения на основе повторений, там пошаговый принцип, пока не получится, а тут такой принцип, выдели себе из всех физкультурных упражнений, те, которые тебе подходят, и сделай эти упражнения дома, без снаряда, и по канату там можно лазить, по-мнимому, и играть в волейбол без мяча, это игрушка для здоровья, ну, особенно сейчас люди на дистанции, в изоляции, не принесешь в кармане спортзал, фитнес-центр, или погоду хорошую, и вот когда нет возможности бегать на улице, на свежем воздухе, можно дома взять, сыграть в эту игру, и оказалось, что это дает хороший результат, а потому что на самом деле и у тебя во время спорта тебе результат больше всего дает то действие, которое синхронно с твоим состоянием, а то действие, где надо перенапрягаться, оно не дает такого эффекта, вот то, которое совпадает с тобой, в тот момент, когда ты это делаешь, поэтому одни любят дрова пилить, другие рубить, третий на лыжах ходить, четвертый плавать, пятый боксировать, все это можно сделать в виде игры, а ты возьми, включи свой тренинг какой-нибудь, моделирование разных видов деятельности, и кому что подходит, и пусть делают, и вот как раз у тебя будут дополнительные инструменты. потому что наш мозг часто не видит разницы, это представляемое или реальное, вот тоже можно этот инструмент задействовать, как вы порекомендовали. Хасай Магомедович, вот мы уже упоминали, что вот сейчас период очень необычный, вообще в мире 20-й год, 21-й, и у многих вот возникает этот стресс, страх по поводу того, что происходит вообще в мире. Вот что вы порекомендуете, как занизить этот момент значимости, потому что вот то, что мы часто думаем, то, что мы о чем переживаем, то, чего боимся, как будто и притягивается в нашу жизнь. Вот как это убрать, как убрать вот этот страх болезни или вот того, что вот сейчас через средства массовой информации повсюду проявляется? Ну, я думаю, конечно, нормальные люди, вот я считаю, что здравомыслящие люди думают все одинаково. По природе так устроено. Мы все одинаковые, у нас у всех геном творца, у всех. Вот. И когда человек не в стрессе находит, всегда можно с ним и бороться, и объясниться, и выйти на нормальное общение человеческое. Когда он в стрессе, у него возникает инстинкт самосохранения. Он ничего не слышит, не видит, он хочет как-то выйти из этого состояния, и он никого не слышит. И поэтому, когда люди между собой разговаривают и не слышат друг друга, значит, у них голова занята выживательным моментом. О чем-то он таком думает, но каждый думает о том, что у него болит, правильно? И говорит о том, что у него болит. На этом и психоанализ устраивает. Я думаю, нам всем нужно научиться все-таки методу ключа. Надо научиться, чтобы регулировать свое состояние, использовать страх как ресурс для личностного роста, а не пытаться его бороться с ним. Надо его взять как помощника и правильно использовать. Вот я бы это всем посоветовал. Я бы это всем посоветовал. И вот Зельдин, артист Зельдин, которому было больше ста лет, который на сцене играл еще в сто лет, его когда спросили, а как вы вот так получается, что вы сто лет, а вы еще на сцене играете? Он говорит, главное не переутомляться. Это очень важно, Паша. Просто люди молодые, особенно, у них же сил много, а они думают, да как, что там нам советуют? У них же энергии полно, они думают, что так всю жизнь будет. А так всю жизнь быть не может, потому что энергия вырабатывается в митохондриях. Генетическая особенность организма в том, что энергия оказывается у нас не бесконечна, а конечна. Связана со свойствами митохондрии. Сколько у кого есть, по какой линии, там по дедушке, по бабушке. И надо энергию продавать экономно. Чтобы была такая наука энергоэкономики. Надо ее вообще создать. Мы с тобой можем создать такую науку. И там самое главное, люди научатся слышать себя. Как говорили в Китае из древности, здоровый образ жизни это не вопреки себе вставать и бегать. Это бегать, когда тебе хочется. Ложиться спать, когда тебе хочется. Кушать, когда тебе хочется. Это и здоровый образ жизни. А у нас как думают? Надо именно в 6 утра бегать, ложиться спать именно в 10 утра, а я в 10 не могу. Но у каждого... То есть найди действия синхронные твоему индивидуальному состоянию по принципу приятности, по принципу комфортности и не переутомляйся. Никогда. И будешь жить и 100 лет, и 120, и 130 лет. Да, главное, чтобы люди не переутомлялись. А люди переутомлялись, потому что они живут не в своем образе жизни. И они живут, как бы это выразиться, не занимаются любимым делом. Вот когда занимаешься любимым делом, ты занимаешься действиями, которые тебе синхронны. И ты там о времени забываешь, обо всем забываешь, тебе хорошо, потому что энергию не тратишь. А когда нелюбимым делом, ты как раб какой-то. Вот для того, чтобы заработать деньги, человек часто делает нелюбимое дело. Ну да, а вот как раз надо переключиться на поиск любимого дела и зарабатывать на любимом деле. Тогда ты делаешь работу с удовольствием, меньше устаешь и больше зарабатываешь, потому что все хорошо, что сделано с любовью. Просто, к сожалению, у нас пока вот не все могут понять, какие у них есть способности и какое дело для него может быть любимое. Потому что оказывается много-много людей оказывается вовсе даже не подозревают, что если они снимут напряжение, выйдут на нулевое состояние безмятежности, задумаются, что же я люблю. И вдруг окажется, что он любит еще вот такие-то такие-то направления, о которых он даже не думает. Попробует себя в них, а там, оказывается, получается. Я же тоже никогда художником не был. Хасай Магомедович, в любом случае очень здорово мы с вами пообщались, так спонтанно решили созвониться. Я уверен, это очень полезно. Вот пишут в комментариях, что полезно, понятно, будут применять. Хасай Магомедович, вам хорошего отдыха сейчас, вы будете уже отдыхать, хороших выходных, продуктивных. Ну и дай бог скоро увидимся и вживую. А тебе побегать еще, как ты утром бегаешь на заре. А я уже, Хасай Магомедович, я уже вернулся с тренировки, уже побегал. Поэтому дома привет передай. Да, спасибо большое. Привет и передай. Я тебя обнимаю, Паша, я давно соскучился, поэтому был такой речивый, ты меня включил. Здорово, здорово. Благодарю вас. Обнимаю тебя. До встречи. Обнимаю. До встречи, Паша. До встречи. Хасай Магомедович, сохраняйте эфир, я потом его сохраню тоже и загружу в YouTube. Вы сейчас нажимаете на крестик и там будет предложено сохранить эфир. И он у вас сохранится на вашем Инстаграме. Сейчас нажимаю на крестик. Вы действительно хотите завершить эфир? Да, и потом сохранить.